Привет, дорогие друзья! Как говорится, Монако-Монако Задолбался, однако В общем, я с вами Не могу я отдыхать, не работая, скажем так Тут как раз-таки парад намечается Я обещаю вам Вот можете просто мне поверить Что из этого будут делать нечто такое Просто что-то неимоверное Наш парад, это наше все Весь мир смотрит за нашим парадом из космоса Внимательно наблюдают за нашим парадом Похрен, что у нас там глохнут танки Кстати, это уже не так смешно, да? Как заглохнувшая армата Ну то такое, похрен, что там Буки въезжают куда-то в стены К слову, не верьте этому вбросу По поводу того, что Что-то было для кого-то секретом, что у Украины есть буки Но не об этом сейчас речь Не акцентируем на этом внимание Акцентируем внимание на Речи Петра Алексеевича Порошенко Из этого парада будут делать все Почему? Объясню по ходу речи Речь Это еще не речь Это традиционное начало любой речи в Украине Шановные боевые побратимы Сполученных штатов Америки Инших держав Боевые побратимы, когда говорят Это значит, что не просто побратимы А значит, они вместе сражались Где с украинскими военными сражались американские военные И открывать ветеранский форум Это очень важная традиция Яка започатковывается в новой истории Украины Да, это важная традиция, конечно же И с уважением ко всем ветеранам Однако же Почему она внедряется сейчас в новейшую историю? Потому что война идет Гордиться войной Это не очень классно Гордиться милитаризацией общества Ну, когда нечем больше То можно и этим, конечно же Потому что были в истории страны Где даже Помните фильм такой был Михаила Рома И там даже вот съезд землевладельцев И там они все в форме приходили Это окей, ладно Но гордиться такого рода традициями Потому что к этому привела война Где многие очень погибли люди Ну, это так себе Но все-таки кое-где оскверняет Что бы от российских оккупантов Кое-где еще осталось все-таки Вот к слову Очень хорошо было бы Когда освобождали именно от российских войск Хорошо было бы захватить все-таки Хотя бы человек 20-30 в плен Российских военнослужащих Не российских там приехавших кого-то Не российских наемников А именно военнослужащих Ну, если речь идет о войсках-то, правильно? Вон, смотрите, сколько взяли Под Сталинград Вообще в Сталинграде сколько захватили их Помните, вот этих вот всех этих? И тут надо было захватить За эти 4 года Украинцы остаточно Сформировались как нация На слове остаточно У меня уже, меня типает Когда он это произносит Но Что это он сказал такое? То есть Сформировались как нация Получается Что всякие сепары Которые в 13-м году говорили Что такой нации нет Как украинцы Да, подонки Вот они вот такое говорили Они на самом деле были правы Или что? Я Очень часто слышу это определение Что вот только вот сейчас Не-не-не А как это? А до этого же мы тоже были вроде бы Я переконан, что мы бы не залишилися Поки еще без Крыма И взагалі Збройные силы Были бы потужною пересторогою Проти того, чтобы Россия Взагалі б пішла на нас війною Вот тут я не понял совсем То есть не остались бы без Крыма Если бы были Такого же Как вот сейчас Мощные там Одни из самых сильнейших Армій в Европе А сейчас что мешает В таком случае? Но если тогда Готовы были ввязаться Военное сопротивление Противостояние С российской армией А там четко была армия То сейчас Там та же самая армия Вот через границу Хлоп И погнали Почему сейчас нет? И когда приезжают Наши международные партнеры Они просто не верят Что это было можно сделать За 4 года Такое впечатление Что международные партнеры Только вот приезжают И начинают Аааа Это невозможно Невозможно Мы нигде не видели такой армии Как вы смогли это сделать Как будто бы есть С чем сравнивать Как будто они проводили Какой-то анализ Но он это говорит Для того чтобы Подвести к главному По сути К тому вот Из-за чего И проводится этот парад Кто Поднял армию Кто ее вообще Возродил из пепла Я И сейчас Еще один Очень важный этап Нам нужно Помогти Суспильству И народу Поревняться 14 и 18 Послушать вас И сделать Объективные Висновки Вот Должны Послушать вас И сделать Выводы Кто Восстановил Армию И кто Ее довел До того Что она была Просто мертва Ее не было До того Как на Нашу землю Напала Российская армия Збройные Силы Украины Пережили Руйненную Атаку С боку Колишних Президентов Премьер И Министров Обороны Премьер Тимошенко Министр обороны Гриценко Все Он упоминает Это уже Предвыборная речь То есть все Он уже не стесняется Начинает Предвыборную речь Посвященную Дню независимости Вы видите Тимошенко Уничтожала армию И Гриценко А я Я ее восстановил Это благодаря им В том числе Краина Зустрела Ворога Практично Обеззброенную С голыми руками С распроданной Зброей С Раскраденным Войсковым Майном Сволочи Сволочи Не допустим Их Не допустим Их во власть Меня Переизберите Но И это еще не все Надо же вспомнить Про информационные Атаки У нас Зараз Все Выучили Дуже Добрый Термин Гибридная Война Кремль Навязывает Нам Информационную Войну Помним Про то Что есть Адвокаты Путина В Украине Каждый Каждый По сути Кто накатывается На украинскую Власть Адвокат Путина Адвокат Прикремлевский Кремлевский Он получает Деньги От Путина Какая ж Добиса В него Адвокат Зараз У нашими Политиками Как они Намагаются Сняти С него Відповідальність За війну Или Перекласти Цю Відповідальність На Украину А мне Война Это не нужна Не ну Ему то Возможно На самом деле Не нужна Хотя на нее Можно все Списывать Но окружение Греет Свои лапищи На войне И на смерти Украинских Военнослужащих И мирных Жителей Очень даже Неплохо Но Это не я Это Путин А те Кто говорят Что это я Они служат Путину Я твердо Разом с вами Переконаны Вони Працюють На агрессора Вони Намагаются Підірвати Моральный Дух Украинцев Моральный Дух Украинцев Подрывается Тем Что они Расследуют Куда я Летаю Это Какая Добиса Их Справа Куда я Летаю За свои Гроши 500 Тысяч Долларов И не В Брюсселе Ключ От мира Стоит В Кремле В яйце Путину Это вы Ветераны Волонтеры Громадские Активисты В своей Большинстве Достаточно Молодые Инициативные Прогрессивные Люди Вы Максимально Мотивованы Для Эфективных Змин И мы С вами Разом Маємо Знаходити Смільные Механизмы Для Теперь Самое Время Подлизываться Как раз Таких Ветеранскому Движению И Говорить Уже Не Вы А Мы Я Впевнен Что Завдяки Нашей С вами Смільной Деяльности Мы Сформуем Эфективную Украинскую Державную Политику И Самое Время Как раз Таки Перед Выборами Вспомнить Что Мы Многое Должны Вам Ветераны Ну Ничего Мы Сейчас Обговорим Как раз Порешаем Вопросы Кому Мягкий Уголок Кому Земли Три Соточки И Это Правда Что Политики Влада Багато В чем Завинили Перед Вами И Треба Негайно Выправляти Эту Ситуацию И Я Думаю Что Под Час Наших С Вами Размов В Том Час На Цьому Форум Будут Також Выработаны Конкретные Кроки Еще Кое Что Очень Важное Делегация Ветеранов США Украинского Происхождения Приехала К нам Вот Сьогодні Делегация Ветеранов Армии Сполучених Штатов Америки В том Час И Украинского Походжения Разом З Нами В Цьому Зале Зачем Петя Бо Вони Адвокатами Украины На Різных Рівнях Влади В Сполучених Штатах Америки И В И В Наших Партнер Почему Они Являются Адвокатами Каким Образом Они Являются Адвокатами Украины На Разных Ступенях Власти Что Он Несет Зачем Он Это Говорит Там Переводчик Есть Он Переводит Я уверен Что Те Люди Которые Приехали Из Америки Они Были Крайне Этому Удивлены В том Числе Завдяки Американским Ветеранам Проходили Медичную Реабилітацію Чимало Украинских Поранених Військовослужбовців Наголошую Не лише В Сполучених Штатах Америки Это Великолепно Я думаю Что Президент Государства Гордится Тем Что Благодаря Американским Ветеранам Украинские Ветераны Проходили Реабилітацію В Штатах И Головний Месседж Який я Привіз С саммиту НАТО Який Витбувся Днями В Брюсселе Під час Зустрічі С Керівниками Більшісті Країн Членів НАТО І Такий Знаєте Оверхелминг Дуже Потужним Месседжем Про те Що Двері НАТО Для України Відкрити Щоб там Наказала Росія Просто Почему-то Ми не можем В них зайти Они Открыты Но Вполне Возможно Что У меня Слишком Тучное Тело Я не могу Пропихнуть В эти Открытые Двери Ну Как Иначе Наша Армия Буде Одна З найсильніших В Європі А че Одна З найсильніших В Європі Вот так Волнообразно Идет Или що Запросити Кожного З вас На Військовий Парад Який Відбудеться 24 Сервня Якщо Хочете Це Звіт Президента Як Верховного Головкомандовача Да Это Отчет Это Отчет Это Самое Главное Этот Военный Парад Очень важен Порошенко Сейчас Все Порошенковские Каналы Афилированные САП Трубят О том Что парад 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 Они забыли Как они смеялись Над российским парадом Как называли его Пережитком Да И так далее Но не говорим о тех Говорим об этих Вот этим Он сейчас Очень важен Этот парад Этот парад Он должен стать Апофеозом Просто Военной мощи Мы должны показать Вот на Порошенковских Каналах Говорят Что Мы должны показать Свою мускулу России То есть Ну Как бы Что Они что Должны Испугаться Того Что там Проедут Какие-то танки Там Почему Почему Ну это же глупо Это странно Правильно У тех разведка работает Они прекрасно знают Военный потенциал Ну Кем Кого вы испугаете Этим парадом То есть Тех кто Едут там Какие-то Наемники Типа Или что Ну вот Я не понимаю Этого Но я понимаю другое Порошенко Хочет На бис Понимаете У него Маячит уход Это все предрекают А он не хочет уходить Он не хочет уходить Он знает Что Когда он потеряет власть Он как в старорежимные времена Потеряет все Тогда вполне возможно Замаячит реальные уголовные дела Тогда Те кто сегодня ему лижут Тухес Они начнут Говорить Распни его Распни его Потому он хочет сделать нечто грандиозное Он хочет отчитаться Сказать Смотрите что я сделал Это я Это я Это не вы Это я сделал Ну мы В крайнем случае Но вы же знаете Что это сделал Я Ну а теперь Знаете Какое преддверие независимости Без второго спикера Который сразу же выходит за президентом Доброго ранку Это мое удовольствие Мне Поговорить Сегодня Промовлять До вас сегодня В имени посольства Соединенных Штатов Независимость Она такая Ну Дякую Как говорится Друзья Великое дякую вам за это Я дякую и витаю Дуже дякую Хочу подякувати Подписывайся Чтоб ничего не пропустить Мы зорко следим за происходящим Пока Как остаточный прощавай Родянскому союзу И Российской империи Это Остаточный прощавай Это Остаточный прощавай Родянскому союзу Родянский и Российский империй Корректор А.Кулакова